Водозаборный узел в поселке Петровское построили еще в 1958 году. Все это время производительность насосной станции была всего 100 кубометров в сутки. Да и качество воды оставляло желать лучшего. Теперь все изменилось. В процессе реконструкции данного ВЗУ была затампонирована скважина инвентарный номер 36. Пробурена новая скважина 150 метров в Алексино-Протвинский горизонт. Также была произведена реконструкция полностью замены ствола скважины номер 37. Теперь водозаборный узел в Петровском включает в себя две артезианские скважины, несколько насосных станций, станцию химводоподготовки и два резервуара для чистой питьевой воды. Оценить масштаб проведенных работ приехал глава муниципалитета Алексей Спаский. Работы производились параллельно, без останова водозаборного узла, чтобы мы не могли позволить, чтобы обеспечить жителей. То есть достаточно сложно было строителям в этот момент, но мы выдержали и построили. В результате мощность насосной станции была увеличена до 400 кубометров в сутки, что позволяет обеспечить чистой водой не только более 1400 местных жителей, но и социальные объекты поселка. Со скважины вода поступает в емкости, далее идет на станцию обезжелезывание, далее путем инновационной технологии обратного осмоса, который за вашей спиной, соответственно, идет очистка обратным осмосом. Затем холодная вода попадает в резервуары и через насосы второго подъема уже уходит жилой фонд. Теперь по своим качествам она соответствует всем нормам Санпина и ее не обязательно кипятить перед употреблением. В домах у жителей поселка питьевая вода в кранах появилась под Новый год. Оценить ее вкусовые качества решил и глава муниципалитета Алексей Спасский. Еще по ним будет пройти лицензировано, тем не менее мы уже сейчас четко понимаем, что тот объем воды и то качество воды, которое существует, позволит не только существующий жилой фонд обеспечить этой водой, но и те перспективные объекты, а у нас здесь два больших социальных школы и детский сад, позволяют решить эти вопросы на перспективу многих-многих лет. Полностью завершить реконструкцию и сдать объект подрядчик планирует до конца марта этого года. Параллельно в рамках губернаторской программы «Чистая вода» и президентского НАС-проекта «Жилье и городская среда» строительство ВЗУ ведется в Дроздово и реконструкция существующего узла в Орлово. Эти объекты должны сдать в эксплуатацию во втором квартале. Также сформирована программа по замене аварийных водопроводных сетей в муниципалитете. Работы начнутся уже в этом году. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.